Ну и сначала, конечно, вот эта печальная новость. В ночь на эту субботу, на 89-м году жизни, ушел Шарис Иван Чалферов, наш замечательный Нобелевский лауреат по физике. Глубокие соболезнования в связи с кончиной академика выразили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Валентин Матвиенко и многие-многие дети науки, культуры, политики во всем мире. Вот и мы на основе наших с ним интервью вспомним, что он был за человек. В своем царстве физических чудо-агрегатов Алферов первым делом привел нас вот к этой машине. И, как всегда, увлеченно стал рассказывать о том, что ему казалось очевидно невероятным. Это очень интересная машина. А в этой машине можно одновременно иметь 8 пучков различных материалов, включая Германию и Кремний, и таким образом решать любые практически задачи. Ну а если для гуманитариев, в чем смысл открытия, за которым получил Нобелевскую премию? Прежде всего, лазеры полупроводниковые. Это блокно-оптическая связь и вся телефония и все прочее. Это иголочка, которая пишет с диска. Это лазерная указка, которой вы что-то показываете. Сегодня это очень мощные лазеры, которым просто сваривают газовые трубы и корабли. Затем солнечные батареи. Совсем понятно. Это Алферов кавалер своего первого ордена «Знак почета» за участие в прикладных работах по созданию первой советской атомной подлодки. Но святыней для него была все-таки наука фундаментальная. Не забывайте, когда мы говорим «век пара», «век электричества», «век атомной энергии» – это все благодаря развитию фундаментальных исследований и их приложений. Алферов, конечно, очень переживал из-за распада СССР. А когда на его юбилейне приехали коллеги из Киева… Правительством украинским запрещено. Это вообще… это полный идиотизм. Полный. По идее, вот оно, самое простое объяснение того, почему, как могло казаться кому-то, Алферов ностальгировал по советским временам. Владимир Ильич Ленин, которого не любят у нас вспоминать, однажды сказал, что, может быть, наступят когда-нибудь времена, когда останется только три профессии – врач, учитель и инженер. Но в советские-то годы Алферов был одним из самых смелых ученых, не боявшихся критиковать самые верхи. У нас, к сожалению, пожилая Академия наук. В этом и есть он весь, никогда не боявшись бросать вызов. Вот и потом, когда речь зашла о состоянии дела в Академии наук уже новой России, именно Алферов первым открыто заговорил и о наличии вне коррупции, и других проблем. Страна стала, вообще говоря, в два раза меньше, а Академия наук по количеству членов в три или в четыре раза больше. Но в этом весь Алферов. Он не только критиковал, а предлагал, как и что изменить. ЕГЭ он не переборол, зато выделение из Миноборнауки отдельного ведомства просвещения для школ уже факт. Да. Умер действительно последний в России Нобелевский лауреат, который Нобелевскую премию получил сугубо за научные труды, а не за распад СССР, как Михаил Сергеевич Горбачев. Мои соболезнования родным Жереса Алферова. Это был достойный человек. Благодаря ему я сейчас выхожу на связь. У меня сейчас есть ноутбук, как средство общения с вами, со зрителями Ютуба и вообще в целом интернета. И, сдается мне, лет 50 не будет в России Нобелевских лауреатов. Нет, это не будет связано с тем, что нашим ученым по политическим причинам будут не давать Нобелевскую премию. Это будет связано напрямую с уровнем развития российской науки. Конечно, когда в СССР все-таки науку развивали, а в путинской России наукой заправляет Ковальчук, родственник, сами понимаете, какого Ковальчука, приближенного друга Путина, хорошего, к сожалению, не жди. Это «Вести недели». Это был Сергей Брилев и его нарезка интервью с ныне покойным академиком Российской Академии Наук Жаресом Алферовым. Ну, а мы не будем останавливаться и продолжим «Вести» в субботу. Сегодня в программе «Кошелек российской элиты. Как устроена обшорная сеть «Тройка. Диалог». Расследование о «Скорб» и журнала «Медузы». А также вы из этого расследования выясните, кто является хранителем общака Путина и ОПГ «Озеро». В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет. Только вот я сам читал статью, что с 1 апреля интернет будут отключать сначала частично, а потом и наполню. И это никакая не первоапрельская шуточка. Штурм отдела МВД. Кого задержало ФСБ в Воронеже? Это такой кайф, когда силовики срутся между собой. Это просто такой кайф для граждан. Я всегда, когда ФСБ арестует чиновников от МВД, когда СКР задерживает МВДшников, когда управление собственной безопасности задерживает ФСБшников. У меня всегда такой прилив положительных чувств, который дает мне понять, что не все еще в России потеряно. Ревность не теракт. Обвиняемый в покушении на Филиппа Киркорова сослался на Максима Галкина. А Максим Галкин-то у нас известный киллер. И, со слов подсудимого, связано с теористической ячейкой ИГИЛ. Да, обо всем подробно расскажу, конечно же. Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах. Но, возможно, он все-таки будет принят. Итак, мы начинаем вести в субботу. Кошелек российской элиты. Как условно-обшорная империя, тройка-диалог, расследование о скорб. Как российская элита выводила бюджетные деньги за рубеж на обшорные счета. Я подробно останавливаться на биографии хранителя общика Рубена Варданяна не буду. А вот на деятельности самого предприятия «Тройка-диалог» остановлюсь поподробно. Потому что это очень важно. Итак, в 1991 году студентом экономического факультета МГУ Варданяна была организована компания «Тройка-диалог». А в 1992 году студент МГУ Рубен Варданян возглавил свою компанию. Она занималась тем, что лоббировала и обслуживала интересы крупного бизнеса в России. До тех самых пор, пока крупный бизнес в Российской Федерации не стал государственным. В 1996 году у «Тройки-диалог» открылись международные офисы в Лондоне и в Нью-Йорке. «Тройка-диалог» создала целую систему обшоров. В частности, счета в литовском банке ЮКИО, оформленные на подставных лиц. Однако стоит оговориться, что создание обшоров, само собой, это не преступление. Преступление заключается в другом. Офшорные фирмы, которые управляют контором Варданяна, получают миллионы долларов от компаний, которые посредством его помощи выводили деньги из страны, используя криминальные системы. Вот в чем преступление Варданяна. Он помогал бандитам выводить деньги, награбленные у народа Российской Федерации, через мошенничество, рэкет и даже наркоторговлю. То есть, Рубен Варданян был и есть охранителем общаков криминальных структур России. Даже не то, что криминальных структур, а охранителем криминального общака российской власти. То есть, денег, полученных криминальным путем. Вот конкретные инвесторы в контору Варданяна. 130 миллионов долларов на подконтрольный Варданяну счета перечисляли компании, которые похищали из бюджета 5 миллиардов долларов под видом возмещения налога на прибыль. Более 27 миллионов долларов на общаках Варданяна было перечислено от госкомпании «Моноболиста» в России на рынке авиаперевозок. Мы все не узнаем хорошо эту компанию. На А начинается, на Т заканчивается. Которая занималась обычной коррупцией. Скажу наоборот. Фирма «Флот Айро» покупала керосин через сеть посредников, в ходе которой увеличилась цена на керосин, а соответственно цена на авиабилеты. То есть, цены на авиабилеты повышались в стране не естественным путем рынка, а сугубо коррупционным. И вот эти вот деньги от завышенных цен как на билеты, так и на керосин поступали, значит, а Варданяна всем, чтобы он там в западных банках эти деньги обналичивал и сделал так, что эти деньги в западных банках были абсолютно легальные средства. Вот в чем преступление Варданяна. Более 17 миллионов долларов в контору Варданяна для отмывания денег поступило от компании «Росгосстрах». То есть, деньги «Осага» и «Каска» от автомобилистов поступали на «Опшоры». И мы теперь понимаем, зачем в России ввели обязательное автострахование и почему оно не работало так, как должное. Просто потому, что деньги шли на обшорные счета Варданяна, а не в сферу развития рынка автостраховщиков и автомобильного рынка России. Это те, кто вкладывали пардон, скрывали наворованные деньги при помощи счетов в западных банках, которых на счетах... Так вот, эти самые деньги от автомобилистов на «Ос», которые платили за «Осагой» и «Каска», шли на счета в западных банках контору Варданяна. А теперь те, кто получал деньги там, на западе, из этой конторы. Это друг Путина, бизнесмен Раул Дугин. Так вот, где? Ага, вот, да, вот. Это друг Путина. Это вот, как бы, я перечислил тех, кто перечислял деньги на счета Варданяна. А теперь те, кто получал уже там, на западе. И это друг бизнесмен... Это друг Путина, бизнесмен Раул Дугин, который занимается контрабандой алмазов из Африки в своих скрипках и вианчелях. Это родственница экс-губернатора Самарской области Артюкова. Я всегда знал, что на Самаре власть бандитов и воров. С тех пор, как сожгли здание Главного управления МВД области в 1999 году. Ну и это, конечно же, самый ненавистный чиновник России, который получал деньги на западе от конторы Варданяна. Естественно, не деньги конкретного бизнесмена Варданяна, а деньги тех, кто ему перечислял, тех людей, которые выводили деньги нагло, преступно, из российского бюджета. И вот, в их числе, кто получал эти деньги, являясь конечным бенефицаром, самый ненавистный чиновник России, Анатолий Чубайс. Да, не верите мне, вот, почитайте статейку Медузы, вот, чиновница, а вот, менеджер РАУЕС России, ближний круг Рубена Варданяна. Да. Ну что ж, стоит отметить, что Рубен Варданян, это не коррупционер, никакой, а член ОПГ, кооператива Озера, отвечающий за счета группировки, которая захватила власть в Российской Федерации и ныне ее удерживает. Ну, и еще парочку факторов в связи с этим расследованием. Значит, во-первых, Литовский банк Юрлус, да, мы с вами понимаем, кто руководит Литвой. Далее, Грибус Кайдер, тут вроде бы ничего не сходится, она жестко против России, она требует войска НАТО в Санкт-Петербурге, чуть ли. Но есть один нюанс. Далее, Грибус Кайдер закончила Ленинградскую разведшколу, в которой учился никто иной, как Владимир Владимирович Путин. Он не мог ее не знать. А значит, она тайно, вполне возможно, за процент, утверждать на 100% не буду, покрывает счета дружков Путина по ОПГ Озеро, который выводит деньги из бюджета. Такая схема. Молодцы, а скорповцы. Еще стоит добавить, что в понедельник Владимир Владимирович Путин встречался с главой РУСФИН Мониторинга. И эту организацию называют финансовой разведкой. Теперь у нас есть полная картина. Мы с вами понимаем прекрасно, почему, что, во-первых, эта встреча была. Во-вторых, что она была под пристальным вниманием телекамер, чтобы показать народу, нет, не это все расследование о Скорпо, все расследование мальтийских журналистов, это все полная фигня. У нас борются, борются с отмыванием денег, а на самом деле не борются, а ровным счетом наоборот. То есть их отмывают. Да. Но обыватель, который смотрит телевизор, только лишь телевизор, он об этом не знает. И у него картинка, ага, РУСФИН Мониторинг, нифига, финансовая разведка России. Да, да, вот она выявила нелегальные схемы. Нечестных на руку предпринимателей. Да, вот что делалось ради этого, да. Если бы жопа у Путина не подгорала бы, он бы под пристальным вниманием телекамер с головой РУСФИН Мониторинга не встречался бы. Ну, подробно вы эту статью можете прочитать в журнале «Медуза». Дальше идем. И вот Рубен Варданян требует запретить распространение этой информации, а депутаты ему поддакивают своими законопроектами про оскорбление власти, ответственности за файт-ньюс, ну и ограничений интернета. В итоге это все выплескивается в очередное противостояние народа и властей. И в Москве прошел, ну тут правда согласованный, но это только пока, митинг с властями за свободный интернет. Активисты протестовали против законопроекта об автономном рунете, благодаря которому на законодательном уровне власть получит право, а что еще, ужаснее и технические возможности отключать граждан Российской Федерации от всебирной паутины. А также активисты были настроены лично против сенатора Клишеса, который инициировал этот закон. По данным организации «Белый счетчик» на митинг пришли 15 тысяч человек, по данным МВД только 7 тысяч человек. Менты, кстати, как всегда, занимались держимордами, они задерживали людей, внимание, не за драки, не за кидание булыжников, правоохранительные органы, а за то, что люди и гости Москвы, люди-жители и гости Москвы пришли на митинг с воздушными шариками. И это за... И за это на проспекте Сахарова людей винтили и доставляли в УВД Красносельский. Обоснование такого пресс-тура со стороны вертухаев было такое, что воздушные шарики являются беспилотными летательными объектами, а пространство на Москве для дронов и было закрыто. Ну, по-видимому, для того, чтобы не велась съемка с дронов этого митинга, и чтобы, так сказать, навальный дрон не снял свой очередной фильм про очередную дачу очередного члена правительства, добытую нелегким коррупционным путем взяток и откатов. Но вернемся к самому непосредственно митингу. Еще одно преступление ментов на этом митинге заключало в том, что люди, а их было точно больше пяти тысяч человек, даже по официальным данным, толкались на входе на площадь Сахарова, потому что у ментов на входе на эту довольно большую площадь были только четыре рамки металлодетекторов вместо восьми, как положено. И как вы думаете, защитило ли это в случае террористической атаки, в случае, если бы террорист хотел бы взорвать бомбу в толпе? Ответ непросто. Нет, АМВД сами создавали толпу на входе, то есть благоприятную среду для масштабного террористического акта. Хорошо, хоть не все держат морды такие тупые, правда, есть подозрение, что МВД специально на широкую улицу поставило минимум рамок металлодетекторов, чтобы омариновать народ на входе. А вось устанут, и уйдут с митинга, еще до самого митинга. Но не тут-то было. И мы подходим к самому главному и опасному, собственно, повестке митинга за свободный интернет. Эти пердуны в Госдуме, в Совете Федерации, в Кремле, не понимают, что интернет сейчас для молодежи это не просто техническое средство связи с внешним миром, это среда, среда их обитания, где ты можешь, выходя из дома, работать, скажем, в компании порты Лиссабона, то есть в зарубежной компании. В интернете ты можешь путешествовать по странам, не собирая типа бумаг на визу и загарнен паспорт. Сейчас интернет это место обитания, сфера жизни. Там молодежь срабатывает, там молодежь ходит в кино, там молодежь общается с людьми. И это вот все такие мудрые сенаторы, как сенаторы Клишосы, у которых есть дорогущие часы, непонятно откуда, но уж явно не на зарплату члена Совета Федерации. этой самой среде обитания наглухо перекрывают кислород, травя таким образом молодежь. Но молодежь России и люди среднего возраста понимают это все, знают и пока еще живут в другой России, живут в свободной России, где ты бесплатно в сети слушаешь музыку, смотришь фильмы, общаешься с иностранцами из других стран. До первого апреля, да, потому что будут отключать. И вот молодежь знает этот самый вкус свободной жизни без железного заноса, а сенаторы Клишосы и их часы дорогущие говорят секундочку минуточку у нас война с Америкой ваш интернет придуман в ЦРУ ну вообще-то Путин ошибся, когда сказал, что интернет придуман в ЦРУ не в ЦРУ а в Пентагоне ну какая разница а молодежь катитесь обратно в нашу родную холодную войну железным заложенцам в Савок 2.0 только не в тот Савок где были бесплатные или дешевые квартиры для работников завода нет а в тот Савок где лагеря цензура и где вы все платите вдвое дороже чем в Савке за продукты которые недостойны даже самого худого советского сельфа молодежь Калишасу отвечает секундочку минуточку это вы старые хрущи в Совете Федерации в Государственной Думе говорите нам чтобы мы варились в собственном Рунете да вы же сами как мы узнали из того что интернета и канала Ютуба на букву Н орете держите ориентир на запад у вас там дача у вас там недвижимость у вас там инвестиции в конце концов но выкрутите что вы патриоты у вас там яхты и недвижимость вот чтоб молодежь да и просто граждане России не знали про дорогущие часы клишеса яхты вице премьеров как раз и отрубают Рунет от интернета закон клишеса в первую очередь настроен даже не против молодежи а против всех людей в России кто следит за прогрессом то есть против прогрессивных людей в России а почему да потому что вот будет у нас суверенный интернет западные ресурсы в Рунете не будут работать и простой вопрос а как тогда будет обновляться оперативная система Windows а ведь не будет связи Рунета с остальным интернетом ответ не будет и когда на западе будут стоять условно Windows 25 и они там будут просчитывать как долететь до Альфа Центавры в России будут стоять поколения Windows 10 и в российском Роскосмосе к примеру будут смогут просчитывать только как добраться без потерь до МКС сечете разницу да то есть законопроект даже не столько против молодежи направлен а сколько против прогрессивных людей в Российской Федерации и кстати говоря так ну дан отключение России от всемирной паутины приведет к тому что посыпятся многие госуслуги через интернет никакой цифровизации обещанной Дмитрием Анатольевичем Медведевым не будет а будет не цифровизация а деградация России она уже на полном ходу идет и митингующие с этим не согласны они вкусили свободу слова и развитые западные технологии с молоком матери в 90-х годах ну или в начале уже 2000-х да уже это поколение подросло и вот им душат их среду обитания почему это опасно да потому что рано или поздно молодежь пойдет на штурм зданий на площади Сахарова и доберется пусть не до сенатора Клисуса но хотя бы до их помощников но это все равно будет жестко пусть вас не смущает цифра митинга в 15 тысяч человек или даже по официальным данным 7 тысяч людей которые хотят жить в свободной стране а не пилить лес для Китая в Магадане когда отрубят интернет а это уже будет скоро то на митинг выйдут миллионы и митинг перерастет в бунт как в Санкт-Петербурге когда чуть ли не штурмом брали здание Роскомпозора за блокировку телеграмма которая пока только да юра блокировка сама на бумаге что доказывает никчемность всего этого государственного аппарата Российской Федерации и никчемность его борьбы против молодежи естественный ход событий не остановить его можно действительно загнать в подполье но не остановить вообще мне нравится слово сочетание подпольный интернет вот что будет у России в ближайшее время из-за сенатора Калишеса и его торгущих часов штурм отдела МВД кого задержало ФСБ в Воронеже мало об этом говорят почему-то на пропагандистских каналах но новость очень интересная опять грязня ведомств спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань Воронежской области конторско-комитет задержание подполковника и начальника этого УВД Анатолия Уварова странно что он не отстреливался от чекистов хотя тогда бы его ликвидировали на месте но каждый решает для себя что ему лучше микроскопический шанс на успех либо гниение в тюрьме под пытками ЧК ВЧК с теми кого ты сажал за решетку подполковник Анатолий Уваров по данным Лубянки получил от некого коммерсанта из Новой Усмани взятку в размере 90 тысяч рублей пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за хулиганство конкретная взятка была дана за то что подполковник Уваров уничтожил вещественные доказательства причастности местного коммерсанта Новой Усмани к драке в кафе также подчиненный Уварова старший инспектор того же ОВД получил взятку от другого коммерсанта хозяина интернетка кафе в размере 200 тысяч рублей за непроведение проверок финансо-хозяйственной деятельности кафе любопытно что это в прямом смысле война ведомств хотя до стрельбы не дошло но было близко к этому творится в отчине генерала лейтенанта Михаила Бородина то есть взятый штурмом ФСБшниками подполковник Анатолий Уваров подчинялся непосредственно как раз таки генералу лейтенанту Михаилу машины машины и его подчиненные гранатой взорвали местного депутата то есть творили тот самый ментовский беспредел шикарно описанный в любом криминальном романе России сам же генерал лейтенант полиции Михаил Бородин начальник взяточника ну точнее так сказать подозреваемого во взятках Анатолия Уварова не пресек события в поселке Сагра когда несколько десятков вооруженных дозубов людей приехали наказать местных жителей конфликтовавших семьей Цигана Лебедева это его проколы однако плюсы у начальника Уварова тоже есть при нем прекратилась грязня между Следственным комитетом и МВД правда теперь есть новая грязня между МВД и ФСБ по поводу его подчиненных в Воронеже а также генерал-лейтенант лояльно относился к имитингующим против произвола власть и Воронеже сильно его подчиненные сильно не винтили народ как их питерские коллеги да что видно его подчиненные и попали в оперативную разработку ФСБ тут говорят а почему подчиненного Бородина Уварова взяли штурмом почему нельзя было взять подполковника по-тихому ну наверное нельзя было ибо было сказано выше что подполковник мог бы и стрельнуть и стабильно в чекистов тогда бы воиноведомство была бы без кавычек и с реальными трупами и стрельбой ведь не забываем что подопечный генерал-лейтенанта Михаила Бородина гранатой убили депутата но с другой стороны чекисты превратили населенный пункт Новая Усмань в Новую Усрань между силовиками но все равно молодцы ибо жители России а я в их числе получают такой кайф когда вчерашние так сказать вершители и винтители судеб получают по заслугам что мама не горой чекистам кстати надо заняться и губернатором Воронежской области Александром Гусевым за то что тот уволил своего заместителя выплатив ему золотой парашют в размере 23 окладов и бессрочную доплату в размере 75% прибавки к пенсии да вот почему почему Путин говорил что у нас денег больше нет на пенсии для тех лиц которые достигают 60 летнего возраста а потому что вот замом губернаторов выплачивается 70% прибавка к пенсии когда они уходят на пенсию вот такая вот несправедливость а через два дня помощника губернатора снова приняли на работу в общем пока на параши 24 все про Украину и Украину Воронеже явно не скучно и Воронеже грызня силовиков на полном ходу всем я вас всех россиян и особенно жителей Воронежа и поздравляю в кавычках или без кавычка тоже вам решать ревность не теракт самая обсуждаемая новость недели безусловно но естественно звезды такой величины сенсация полнейшая но явная реальная сенсация Максим Галкин заказал Филиппа Киркорова нет не заказал концерт Филиппа Киркорова а как в 90-х заказывали людей так Галкин и заказал Филиппа поп короля России один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале дал признательное показание о том что это была не подготовка к теракту а заказное убийство в качестве заказчика 20-летний уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидерниби Казуев назвал Максима Галкина известного телеведущего пародиста и мужа примадонны российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой со слов Казуева Галкин приравновал Киркорова к своей жене напомню что Пугачева и Киркоров долго находились в браке пока Алла Пугачева не нашла себе более молодого кавалера Галкина а со слов Киркорова он еще любит именно Аллу Борисовну и вполне возможно Алла втайне от Максима все еще любит Филиппа а Галкин про это просел и когда Казуев был в Москве к нему подошел Максим Галкин который предложил Казуеву 2 миллиона долларов за убийство Киркорова Казуев ответил согласием ему в качестве аванса Галкин отдал 1 миллион долларов телефон 7 карту Галкин также со слов Казуева посоветовал как именно надо устроить убийство Филиппа Киркорова и Казуев по подсказке Галкина приобрел и изготовил 5 бомб которые должны были взорваться на концерте Киркорова в Дагестане адвокат Казуева и Шафаил Гадав требуют допроса со стороны следствия как Максима Галкина так и Аллы Пугачевой да кстати со слов Казуева с Галкином они познакомились когда Газуев строил тот самый коттедж в поселке Грязь в качестве Гастайбайтера он один конечно вместе со своими сообщниками Габу Дулой Халдзуевым из села Тукуй-Магбе, нефтекумского района Ставрополя, самиром Ибрагиловым из села Катэсказам-Ляр-Маграмецкого района и Шамилем Магомедовым, который и собирал бомбы для Филиппа Киркорова, который предназначался для его убийства. По личной подсказке Галкина, более того, эта банда попала в поле зрения Максима, который решил ее использовать в своих личных целях, сразу после того, как эти строители поселка Грязь, точнее одного коттеджа в нем, просягнули на верность ИГИЛ, которая настолько запрещена в России, что у антитеррора грязанится при упоминании этой группировки. А это означает, что Максим Галкин как-то пока неясно, как контактировал, а возможно и спонсировал, и продолжает спонсировать различные террористические теки по всему миру. Сам Галкин пошел в несознанку, выражающий языком следствия, я не я, лошадь не моя, я бы заплатил больше за ликвидацию Киркорова. Киркоров на прицеле, так сказать. Но на самом деле 2 миллиона долларов, это большие деньги для Кавказского региона России, если, конечно, ты не выходец из клана Кадырова. Это, вдумайтесь, 13 миллионов рублей. Для смелого горца это очень большие деньги. Забыл добавить Максим, что... А как так получилось, что террористическая ячейка ремонтировала ему коттедж? Уж, по крайней мере, точно Максим использовал тут нелегальных мигрантов. Да и с мотивом все сходится, как ни странно. Вот дядь Киркорова, он создал новую песню в 2018 году «Цвет настроения синий», которая долго держалась в ротациях на различных радиостанциях и на ТВ-каналах. То есть, приносила ему прибыль. И даже эта песня была признана лучшей песней 2018 года на русском языке. Что вполне заслуженно. А какие успехи у Максима? Хм, шоу лучше всех? Оно, конечно, популярно на первом канале. Но за это ему даже не дали ТЭФИ. И вполне возможно, Алла Борисовна намекнула Максику, дорогому своему, что у Филота денег побольше сейчас, чем у его мужа. И Галкин приравновал. И Галкин приравновал и заказал Филиппа. И вот в нормальной стране, в нормальном государстве, в квартиру или же в дом, в поселке Грязь, наглянули бы оперативники ФСБ, МВД или СКР, хотя в нормальном государстве их всех заменили бы в ФБР, с орденом на обыск от суда, как полагается в таких случаях, положили бы Примадонну и Галкина лицом на пол и провели бы обыск. Но мы живем в государстве насильников, воров и убийц. И, скорее всего, Галкин просто откупится от следствия и продолжит дальше финансировать нечистых на руку, с точки зрения закона людей. Но я аж про Примадонну молчу. Казалось бы, Галкин главный злодей этой истории. Но нет. Главный злодей это Владимир Владимирович Путин, да. Он, с одной стороны, за 20 лет своего управления не создал достойные рабочие места для простых кавказцев, что они вынуждены промышлять заказными убийствами. А, с другой стороны, он не создал нормативно-правовую систему, где все, даже такие звезды, как Алла Борисовна и Максим Галкин, равны перед законом. Нет, не равны. И Галкин, как я повторюсь, скорее всего, откупится от следствия. Так, что у нас там? 43. Совет Федерации отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Что ж, это редкий случай, когда Совет Федерации идет против Государственной Думы и ее членов. Сенаторы отклоняются справедливо, что в случае принятия закона о хостелах этот гостиничный бизнес просто уйдет в тень. Кроме того, по этому законопроекту владельцы хостелов не смогли бы вовремя перевести жилое помещение в разряд нежилого. Так еще и на первый этаж, так еще и оборудовать хостел отельным входом. В итоге могло бы быть потеряно более 50 тысяч бюджетных гостиничных мест и рабочих мест в этих бюджетных гостиницах. Говорит об этом сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский. Кроме того, по законопроекту Госдумы местные бюджеты не получили бы компенсацию от выпадения доходов. А еще что любопытно, это Федерации от Крыма, который был 5 лет назад захвачен вооруженным путем в Крыму. По понятным курортным причинам этот законопроект вызвал резкую негативную реакцию. А вот контраргумент Госдумы на резолюцию, а в данном случае скорее это была вета Совета Федерации по поводу данного законопроекта. Вот что говорит депутат Галина Холландская. Хостел уже соревновался с местами лишения свободы. Мы против туризма на нарах. Да еще когда это в многоквартирном доме. Большинство хостелов не платят налоги, не регистрируются. Проконтролировать эту ситуацию невозможно, потому что войти в злоное помещение нельзя. Это конституционная норма. Хостелы это наркоперитоны и рассадники антисанитарии. Мне вот интересно, кто-нибудь из этих депутатов-идиотов вчитывался в свой законопроект или нет. Думайте, что они хотят притворить в жизнь. В жилых помещениях по законопроекту депутатов Государственной Думы Российской Федерации в жилых помещениях нельзя оборудовать гостиницы. В нежилых помещениях, которые не предназначены для жизни, жить будет можно. Дорогие депутаты, это полный идиотизм. То есть условия жизни на заводе оказываются не так плохи, как условия жизни пусть и на нарах в многоквартирном доме. Да вы что там, откурились законами что ли, законопроектами? Понятно, почему народ против хостелов. Тут депутаты правы. Потому что, как правило, в них сеются гастайбайтеры-нелегалы и разводят ту самую антисанитарию, от которой страдает весь дом, где находится хостел. Но почему бы это просто не взять под контроль, не навести порядок? Что значит нельзя проконтролировать ситуацию? А мне особенно понравилось, что жилье, это частная собственность и так далее. Конституционная норма, которая не позволяет депутатам Государственной Думы следить за порядком в хостелах. Но ведь когда надо, про это конституционную норму силовики забывают, хоть и не депутаты. Они нагло врываются в дома, ломают двери и окна, кладут всех на пол и устраивают бардак, то есть обыск. Несмотря на любой закон, который запрещает им это делать. А тут двух слов наглой в руне, а по-другому не скажешь, Галина Хаванской силовики не могут ворваться в хостел с проверкой. Как клиентов хостела, так и хозяев мини-гостиницы могут, в том-то и дело. И это называется оперативная необходимость. Когда оперативники вламываются в хостелы без судебного ордена. Он оформляется за одним числом после продекровения оперативников. Галина Хаванская стыдливо про это промолчала. Идем? Промолчала. Как видим, навести порядок в хостелах не так уж и сложно. Но нет, депутатам нужно другое. Чтоб дешевые услуги для граждан, в частности дешевые гостиницы, исчезли в России как собственность, как класс. И чтобы исчезли в рынок легальных, дешевых гостиничных услуг. Дабы, чтобы народ платил баснословные деньги этим всяким пятизвездочным отелям, типа гостиницы Лоты. И чтобы у народа не было альтернативы этим дорогущим гостиницам. Ну, кстати, чего народ будет продолжать беднеть, а депутат Госдумы Петр Толстой будет еще больше жиреть от этого законопроекта. Который вот что заявил, что госбабло с граждан Стрижок Дума будет преодолевать вето Совета Федерации. Для этого нужно 300 голосов депутатов из 450. Ну что ж, радует только одно, что на югах, как были, так и будут снимать комнаты в частных домах, у бабушек на деревнях или на окраинах городов. Так и будут селиться, например, в палатках под кустиком. Что, кстати говоря, посуровее, чем нарохостел с точки зрения комфортности Галины Хованской. А депутаты будут продолжать думать, как еще усложнить жизнь дражинам и подрастающему поколению. А вот встряска с сенатором Совета Федерации, когда в их здание вломились ФСБ и генпрокуратура за Рашуковым, пошла на пользу. У них кое-каке все-таки мозги прочистились. Я не против хостелов. Даже в моем многоквартирном доме, девятиэтажном, где я живу, если хозяин хостела будет следить за чистотой и за тем, чтобы его клиенты не дебошили. А Госдуме позор. А Госдуме позор. Этот законопроект, а хостелов, это явный наезд на малый и средний бизнес. Ну что ж, на этом, на сегодня, все. Вот такое вот у нас информационное похмелье получилось после очередной череды праздников с 23 февраля по 8 марта. Да, обидно, что следующая череда праздников будет с 1 мая по 9, ну скажем, по 10 мая. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.